Я собираюсь рассказать о симметрии. В науке, в природе, в жизни, в каждом из нас. Почему это связано с камнем? Главным образом, из-за проблемы кристаллов. У нас вообще серьёзное занятие современной наукой, начиная, насколько я понимаю, с XVIII века. Проблемы симметрии все связаны были поначалу с кристаллами, с кристаллографией. Я не буду сегодня заниматься особенно ранней историей вопросов. Она много раз изложена. Хотя коснусь немножко развития уже в XX веке и дальше. Но просто вам скажу, что поначалу то, что мы сейчас все понимаем под симметрией. Наука стала изучать на материале кристаллов. Хотя общие принципы были изложены греками, и здесь они как бы опередили всех. В частности, я сам с невероятным интересом недавно читал, знаете, некоторые тексты Платина. Сейчас уже в новое время в России переиздали, да ещё с переводами. То есть, такой греческий текст с переводом. И представьте, я там нашёл массу исключительно интересных идей о симметрии. То есть, греки, как во многом, опередили современных учёных в постигании некоторых идеальных сущностей. Так что идеальная сущность симметрии и соответствующие названия, термины – это всё восходит к летним грекам. Но, тем не менее, окончательное понимание более позднее. Но в этом окончательном понимании тоже всё время обращаются к грекам. И я начну с одной длинной цитаты. Длинную цитату я приведу из русского перевода. На всякий случай для желающих прочитать… По-моему, замечательная статья. Скажу откуда. Это «Успехи физических наук», том 132, выпуск 2, 1980 год. Статья называется «Нобелевская лекция по физике 1979 года». Вайнберг, замечательный американский физик. «Идейная основа единой теории слабых электромагнитных взаимодействий». Для пояснения скажу, что это та самая единая теория, над которой бьются до сих пор. Наука пытается создать эту общую теорию. Но так она и не создана. Но основные принципы Вайнберг здесь изложил. Кончается эта статья таким образом. Я вам прочту целиком конец статьи. «Кажется, я склонен быть чересчур оптимистичным относительно будущего физики. И ничто так не заставляет меня быть оптимистом, как открытие нарушенных симметрий». Я потом буду говорить о том, что это такое. В седьмой книге своего «Труда государства» Платон описывает прикованных в пещере узников, которые могут видеть лишь тени, отбрасываемые на стены пещеры предметами из внешнего мира. А когда узников выпускают из пещеры на свет, глаза их настолько поражены сиянием, что в течение некоторого времени они думают, будто тени, которые они видели в пещере, действительно достовернее тех вещей, которые им сейчас показывают. Но постепенно их восприятие мира проясняется, и они начинают понимать, насколько прекрасен настоящий мир. Мы как раз находимся в такой пещере, прикованной ограничениями на возможные типы экспериментов, доступных нам. В частности, мы можем изучать вещество лишь при относительно низких температурах, когда симметрии, по всей видимости, спонтанно нарушены, и потому природа не представляется здесь очень простой или единой. Мы не можем выбраться из этой пещеры, но если долго и терпеливо смотреть на тени, на её стенах, то можно, по крайней мере, уловить формы симметрии, которые даже будут разрушенными, являются точными принципами, управляющими всеми явлениями природы, проявлением красоты внешнего мира. Вот, и мне кажется, это замечательное рассуждение. Значит, как будто можно сделать вот какое допущение, высказать, что мы, ну, прежде всего, учёные, вот, начиная с XVIII века, начали постигать эти основные принципы природы на некоторых очень простых примерах. Такими простыми примерами оказались кристаллы, то есть внутри всей живой и неживой природы, которая, как сейчас мы полагаем, строится в основном на принципе симметрии и нарушении симметрии, в каких-то отношениях, как было видно уже из приведённой цитаты, нарушение даже важнее, чем сохранение наследования симметрии. Вот эти принципы довольно легко можно демонстрировать на материале кристаллов, причём оказалось, что внешняя форма кристаллов, ну, то, что каждый из нас знает, на чём основано то, что люди все склонны любоваться кристаллами, явленными или в таких предметах, которые в социальном плане относятся к дорогим вещам, как алмазы, и так далее, ну, и простые проявления кристаллов, как снежинки. Вы знаете, что снежинками очень много занимались, даже крупные учёные. Ну, обычно приводится замечательная цитата из «Волшебной горы» Томаса Манна, где описывает героя, который оказывается отчасти засыпанным снегом, и по этому поводу Манн рассуждает о необычайной прелести снежинок. Я склонен думать, что это внешняя сторона, которая привлекает людей к кристаллам, вот таким внешним эффектным. Она как бы такая приманка, которая заставила учёных обратиться к структуре кристаллов, а дальше выяснилось, что и внутреннее строение кристаллов тоже описывается с помощью симметрических соотношений. И это дало возможность перейти к более общей теории симметрии, которая в сущности вся, представляется некоторым развитием определенных построений, нужных для теоретического обоснования кристаллографии. Значит, всё это довольно подробно изложено во всяком случае в двух вполне доступных по-русски текстах, которые я всем рекомендую. один текст написан, но как бы как популярный, но он на самом деле и введение во многие математические идеи на этом материале, поэтому его общая доступность относительно. Но он, его достоинство этого текста также в том, что он вполне доступен на интернете, но его также переиздали, в частности, его переиздало издательство УРС, в общем, это вполне доступный текст. Это текст великого математика Германа Вейля, который называется «Симметрия», это цикл его лекций, там, в частности, четвёртая глава посвящена симметрии в геологии и в кристаллографии и вообще симметрии кристаллов, но в связи с общей математической идеей симметрии. Это относительно популярный текст. На всякий случай, для тех, кто серьёзнее займётся нашей темой, вероятно, для большинства участников нашей каменной темы, я обращаю ваше внимание также на доступность в нашем русском интернете. также очень подробного изложения современных результатов такого подхода к именно к кристаллам, не вообще к камням, а к кристаллам. Это материалы нашего университетского геологического факультета. По-моему, это сайт, который называется «Симметрия в геологии». Когда вы его откроете, русский сайт, русскими буквами напишите «Симметрия в геологии», вы увидите, что это длинный довольно текст, так что нужно его долго читать, переходя от части к части. Он содержит очень подробное изложение всех формальных особенностей современной теории кристаллографии, основанной на общей теории симметрии. Никаких подробностей сейчас излагать не буду, потому что всё это очень хорошо изложено в общем виде вайла, сокращенно вот в этом большом сайте. И мне просто было бы нечего добавить, но я только скажу, что из этих материалов уже вы поймёте одну исключительно интересную особенность современной науки, которая, я полагаю, будет полезна со временем для некоторых гуманитарных наук, ну я надеюсь в частности для лингвистики, но также и для некоторых других наук, которые постепенно подходят к роли симметрии в них. А именно, оказывается, что занимаясь симметрией, удаётся дальше раскрыть некоторые очень простые принципы, но которые на математическом языке сводятся к теории групп, то есть к определённой алгебраической теории достаточно формальной, ну а всё дальнейшее это разрастание этой одной относительно простой теории, поэтому всем этим вполне можно заниматься, но оказывается, что мы на этом материале узнаём действительно вот какие-то общие принципы природы в целом и в частности современные физики и математической физики, тех теорий, которые нужны для постижения не только нашего макромира, в котором мы живём, но и микромира, который описывается квантовой механикой. Мне приходилось много раз эти вопросы обсуждать с одним очень интересным современным физиком. Он китаец, живший много лет в Америке. Там я с ним познакомился и потом вступил в переписку. Но сейчас он вернулся в Китай в конце очень длинной своей жизни. Он нобелевский лауреат, получивший нобелевскую премию за работы в области нарушения симметрии физики элементарных частиц. Он получил премию в 1957 году. Тогда были некоторые новые эксперименты, которыми занимался также Ландао. И Ландао тогда же пришел к похожим выводам, но премию получили два американских китайца. Тот, о котором я сейчас буду говорить, это Ян, но по особенностям английской записи этого китайского слога по-русски его пишут Янг, что не совсем правильно, потому что это тот же самый Ян, что Инь Ян. Ян мы записываем как Ян, так что Янг это просто дань английской транскрипции китайского слова. По-русски было бы лучше его называть Ян. Второй китаец Ли, Ли и Ян вместе получили Нобелевскую премию в 1957 году. Его Нобелевская речь Ян тоже напечатана в интернете по-русски, так что ее тоже можно прочитать. Они занимались, как и Ландау, определенным типом нарушения семеатрия. Они же перешли к изучению одной проблемы, которая носит более общий характер, и поскольку я собираюсь вам дальше рассказывать что-то в этом рэда, то я начну именно с того, что они установили. Занимаясь более глубоко этой проблемой, они поняли, что очень много интересного содержится в знакомом им с юности древнекитайском орнаменте, типах орнамента, которые традиционно повторяются в китайской культуре, но известно уже в древнем Китая. Когда вы будете, если вы будете читать или перечитывать книгу Валя, вы увидите, что он довольно много занимается орнаментом, и специально именно симметрия орнамента. Я к этому могу только добавить из таких новых очень интересных открытий, это то, что обнаружилось, что в истории культуры даже вообще всего человечества как бы до человека оказалось, что орнамент симметрии вот того типа, который описывают как орнаментальную симметрию, то есть симметрия повторений, повторов. Эта симметрия есть уже в самых ранних образцах. Где-то у нас там есть, в самых ранних образцах тканей, изготовленных, по-видимому, неандертальцами. То есть можно думать, что когда человечество начало симметрические отношения воспроизводить в каких-то эстетически значимых формах, одной из первых форм был орнамент. Дальше Ли Ян перешли к китайскому древнему стиху, и это заинтересовало Романа Яковсона. Я вообще обо всем этом круге занятий еще до знакомства с Яном узнал от Романа Яковсона, которого мы тогда все знали. Он приезжал в Москву и в каком-то из приездов был в энтузиазме знакомства с Яном, потому что он писал свою грамматику поэзии. И одна из статей, которые вошли в этот третий том его «Селектед Райтингс» и «Грамматика поэзии», там описывается структура древнекитайского стиха, в которой Ян обнаружил те же самые закономерности. А когда я с Яном встретил, мы были членами такого совета при библиотеке Конгресса, так что пока он не вернулся в Китай, мы встречались более-менее регулярно и потом переписывались. Ян был поражен тем, что оказывается принципы симметрии важны для всех наук. Многое в математике постигается через теорию групп и другие математические формальные структуры, которые позволяют описать симметрии. Но замечательно то, что вся современная физика последней вины оказывается, перестраивается, исходя из общего принципа, который впервые был, однако, понят не физиками, а биологами. И особую роль в этом открытии сыграл Пастер. это из области почти удивительного, потому что Пастер открыл роль симметрии для живого вещества буквально в тот момент, когда судьба поступила с ним очень жестоко, то есть она ему самому показала, что человек основан на тело человека отчасти и нервная система основана на простых симметрических отношениях. Так или иначе Пастер обнаружил роль симметрии для живого вещества и, в частности, для разных живых существ, а дальше эту идею развивал великий французский физик Кюри, которому принадлежит высказывание часто цитируемое «симметрия творит явление». Вероятно, высказывание правильное, но судя по современной физике, на самом деле творит явление не просто симметрия, а ее многочисленное нарушение или наличие симметрии, на фоне которой замечательное нарушение или антисимметрические отношения, начиная с возникновения Вселенной, нашей Вселенной, я имею в виду нашу Вселенную. Вот такой факт, который в свое время поразил Андрея Дмитриевича Сахарова, так получилось, что близко его знал как раз в то время, когда он очень много, в основном, его волновали, надо сказать, не судьбы нашего современного мира, хотя он больше известен в этой роли, но на самом деле его самого глубоко волновало, что произошло с Вселенной в самом начале. А в самом начале произошло нечто необычное. Во Вселенной оказалось положительно заряженных частиц намного больше, чем им противоположных античастиц. А вы понимаете, что если бы было равновесие, если бы была асимметрия, то никакого мира бы не было, и нас бы не было. Это одна из таких до сих пор нерешенных проблем. Значит, вот когда мы говорим, что асимметрия, нарушение асимметрии создает явление, прежде всего таким образом возникла Вселенная, потому что во Вселенной не было изначального равновесия барионов разного рода элементарных частиц и антибарионов, они были не в равных отношениях. Это такой поразительный факт, которым много занимался Сахаров, но и вообще много занимается современная физика, в частности Андрей Линден, на днях получивший за это премию норвежского короля. Это наш замечательный физик, который сейчас работает в Стэнфорде, в основном занимается именно началом Вселенной. Значит, я начинаю с этих очень простых проблем, а именно я начинаю не столько с кристаллов, к которым я надеюсь вернуться потом, и потом скажу, почему так интересно, что кристаллы и проявления симметрической структуры в кристаллах столько значили для человека и сильно повлияли на искусство, на наше отношение к искусству. А я начинаю с очень простого. Ну вот, значит, вы знаете, что в результате того, что при начале Вселенной было неравное число частиц и античастиц оказалось возможным существование нашей Вселенной, не произошло аннигиляции, не произошло такого взаимодействия частиц и античастиц, когда образовалось бы ничто, а образовалось нечто, что в конце концов привело к созданию живого. Значит, первое, на чём остановлюсь, это живое симметрия в биологии. основное открытие Пастера заключается в том, что в живом существует выраженная асимметрия левого и правого. Такой потрясающий факт, что живое вещество всё как бы закручено в одну сторону, в левую. Это особенность структуры. Я её дальше вам проиллюстрирую на простых примерах, которые каждый из вас может проверить. Но поверьте мне, что Пастер начал с опытов, которые касались очень простых проявлений живого. Оказалось, что уже те простые проявления живого, которые интересовали Пастера как микробиолога, именно это уже характеризуется поворотом в одну сторону. Ну, то простое, на чём каждый из вас может проверить важность этой основной, как мы говорим, осевой симметрии, то есть проведём ось для того, чтобы описать, как устроен каждый из нас. И вы понимаете, что каждый из нас имеет симметрические отношения левой и правой стороны. Я сейчас не говорю о тех интересных асимметриях, которые в каждом из нас тоже есть. У нас сердце находится слева и так далее. Но в принципе у нас левая и правая рука, левый и правый глаз, левый и правое ухо. Как и у многих других животных, структуры которых мы унаследовали, наше существенное отличие, которым я сам очень много занимался, поэтому и вызвался сегодня на эту тему поговорить, это самое главное отличие, это отличие левого и правого полушария. Левое и правое полушария соотносятся таким образом, что это проявление общей симметричности и асимметричности всего организма у современного человека Homo sapiens sapiens очень сильно выражена эта асимметрия в специальной роли именно левого полушария. Я вам напоминаю очень простые вещи, я много об этом писал в этой известной своей популярной книжке «Чё ты нечет» или не «Чё ты нечет», но и вообще на эту тему сейчас огромная популярная и специальная литература. Ну, просто напоминаю в двух словах. Значит, современный человек, практически каждый из нас, значит, если здесь среди вас есть левши, то, тем не менее, большинство из левшей тоже имеет ту же характеристику, что и правши, а именно у всех правшей и у значительного числа левшей главная полушария, как мы говорим, доминантная по речи, управляет грамматикой и другими уровнями родного языка, это левая полушария, которая формируется в процессе вхождения ребенка в семью и в общество. То есть, человек, каждый из нас рождается с неготовым левым полушарием, поэтому память в большой степени связанная с родным языком формируется у каждого из нас на протяжении первых двух лет. Фрейд в этом смысле прав, если твердоначальные комплексы связаны с доречевым периодом, то мы о них в отчетливой словесной форме не можем помнить, а правое полушарие у нас уже готовое. Я не хочу никак обидеть тех из вас, кто хорошо исполняет музыку или поет песни, но некоторые функции правого полушария, которые в основном у человека занимаются живописью, музыкой, некоторыми другими видами искусства, а также непосредственным контактом с внешним миром, некоторые функции правого полушария мы разделяем с животными. Выдающийся американский нейропсихолог, который сейчас много занимается, в частности в университете Айова и в Сан-Диего в биологическом институте, нейроосновые эмоции Дамасио приходит к выводу, что человеческие эмоции существенным образом связаны с левым и правым полушариями. Ну, очень, грубо говоря, правые полушария отвечают за так или иначе мрачное настроение и настрой, который заставляет человека с большим вниманием относиться к внешней среде. А левое полушарие доминантное очень оптимистично. Существует сезонное колебание роли левого и правого очень интересное для биографии отдельных людей, для психиатрии и психологии, но я сейчас об этом говорить не буду. А о чем я хочу говорить, это я буду говорить о том, что аналогичные различия оказываются связанными с противопоставлениями некоторых типов культур внутри одной культуры. Значит, я предлагаю некоторый вариант того, что очень часто цитируется со ссылкой на Бахтина, но я думаю не совсем в той форме, в которой он сам сейчас бы разрешил формулировку, а именно сейчас говорят о наличии карнавальной и не карнавальной культуры. Сам Бахтин в тот период, когда он усваивал идеи Фрейда, но это опубликовано в книжке под другой фамилией, но так или иначе сам Бахтин вообще говоря, говорил о том, что существует культура официальная и неофициальная. Я этим занимался больше всего на основе разных евразийских, не только христианских, но и буддийских, некоторых других культур средних веков. Поэтому вам примеры приведу из этой области. Какова типичная структура мысли, творчества, создания той средневековой интеллигенции, которая представлена монашеством. Я напечатал в своё время это по-английски, немножко подражая Якобсону, придумал аллитерацию в начале английских слов «medieval monastic mind», монашеский ум в средние века. Основная идея, что христианский и буддийский монах, ну, скажем, в первые века существования христианских и буддийских монастырей, не сговариваясь, буддизм в данном случае не зависит от христианства. Как бы ни были они изначально связаны, но это скорее типологическое сходство. Значит, существует официальная культура, которая выражается в языке на свойственном данной культуре, ну, например, латинском в средневековой Европе. И вторая культура неофициальная, которую Бахтин позднее отчасти по цензурным причинам на своем изоповском языке позднего времени назвал карнавальной, но по другим причинам аналогичные названия ввел Легов, один из крупных историков культуры, связанных со школой Анналь. Легов называет первую культуру, ну, естественно, церковной, а вторую культуру называют магически-фольклорной, но у него несколько разных терминов. Он, между прочим, настаивает на том, что сны в средние века, насколько мы о них можем судить по записям, сны обычно относятся к магически-фольклорной культуре, что косвенно подтверждает вывод, на который намекает мое изложение, но я сейчас это сформулирую. Я полагаю, что первый тип культуры, пользующийся официальным языком, например, латинским, это культура левого полушария, а второй тип культуры, пользующийся разговорным языком, это культура правого полушария. Здесь я говорю политически некорректно, потому что, конечно, второй тип культуры, тот, который запрещен по последним решениям Государственной Думы, Государственная Дума нам запрещает пользоваться наследием вот этого времени, когда были две культуры. В России это вообще очень серьезно, вот если говорить о русской культуре в историческом в историческом аспекте, это очень серьезная проблема. Вы все помните фильм Андрей Рублев, замечательную роль играет Ролан Быков, помните, да, он играет роль Скамороха. Значит, что по поводу сцены со Скаморохом, я вам могу сказать, это абсолютно достоверные факты. Кстати, Тарковский, мы дружили с Тарковским как раз в эти годы, он очень внимательно изучал эту проблему. Скаморохи в России играли очень большую роль вначале. Вообще, вначале мы восприняли византийскую традицию в ее достаточно полной форме. То есть, мы восприняли наличие церковной культуры византийской и наличие всех параллельных форм неофициальной культуры, которая существует в сознании и в поведении того же человека. Вот это очень важный вопрос. Значит, каждый из нас имеет правое и левое повышение. Каждый из нас теоретически имеет внутри себя официальную культуру и неофициальную культуру. Умные, сбалансированные общества стараются понять... Это некоторый естественный вывод из того, что все, включая разумный социальный порядок, творится семятое. Значит, на самом деле нужна... Мне как-то Андрей меньше сахаров, мы с ним дружили в эти годы. Прислал телеграмму, это было на мое 50-летие, соответственно, это было 21 августа 1979 года. Он мне прислал телеграмму такого содержания «Желаю полной гармонии левого и правого». И это, по-моему, замечательная формулировка, замечательное пожелание для каждого из нас. Это означает, что каждый из нас... Скажу здесь одну вещь, которую, может, вы не знаете, но сейчас она в списке главных научных открытий этого года. Для того, чтобы мозг нормально функционировал, нужно знать по меньшей мере два языка. Каждый из нас должен владеть официальным языком и вторым неофициальным. Но если у нас есть официальный язык и нет второго обычного языка, тогда культура придумывает матерный язык. Он обязательно, поскольку обязательно имеет хотя бы два языка. Значит, культура, если у нее нет второго языка, у большинства культур есть второй язык, но если нет второго языка, то он придумывается, его можно запретить. Тогда начинается роль, которую играет Ролан Быков. В России, конечно, это катастрофа. Это страна, которая принципиально в течение многих веков пыталась изгнать вторую часть культуры разными способами. То, что сейчас делает Домский комитет, я не специально на эту тему решил говорить, но просто это необходимо понимать, чтобы понять, что я вам излагаю не просто какие-то теоретические принципы, а то, что из науки следует для общественной практики. Для общественной практики следует то, что нельзя запрещать юмор, нельзя запрещать гротеск. Это происходит в тех культурах, которые погибают потом. Я приведу вам очень простые соображения по этому поводу. они связаны с тем, что даже так называемые тоталитарные властители пытаются создать некоторую компенсацию. То, что Петр, который, конечно, был вообще, говоря, тоталитарно настроенным правителем, то, что Петр устраивал всякие шутовские действия, конечно, попытка другим способом вернуть то, что запрещалось. И об этом же говорят некоторые интересные подробности, касающиеся Ивана Грозного. То есть, не поймите меня слишком упрощенно. Не так обстоит дело, что всякое тоталитарное государство будет обязательно запрещать. Оно может ввести свое искусственное разделение двух культур, но оно будет плохо работать. Моя гипотеза, которую я высказал довольно давно, а сейчас ее довольно много людей подхватило, в частности, из синологов. Моя гипотеза состоит в том, что эти же два типа культур и знаковой деятельности связаны с различиями видов письма. Опять-таки, я думаю, что в этой части то, что я вам излагаю, практически очень важно. То есть, я настаиваю на том, что я излагаю некоторую теорию, которая, с одной стороны, подтверждается разными современными науками, с другой стороны, имеет практическое значение. Вот для современного мира одна из очень важных проблем середины наступившего 21 века – это проблемы, как западный мир и другие страны будут уживаться с Китаем, который и не думает менять иероглифическое письмо специально, поскольку здесь есть присутствующие лучше меня знающие китайскую иероглифику и культуру, скажу вам, что никаких оснований предположить, что Китай в скором времени переделает себя в алфавитную культуру нет. Почему важно противопоставление алфавитного и иероглифического? Я вам пример приведу из несколькой экзотической области. Значит, интересно сравнивать культуры в той части, где они друг на друга похожи. Возьмем в качестве примера детективный жанр. Ну, все мы читаем там кого? Шерлока Холмса, Честертона, наших многочисленных авторов. жанр. В Европе и Америке детективный жанр начат Эдгаром Поу, который был вообще замечательным писателем, не только как гениальный поэт, но и как писатель, очень хорошо понимавший науку своего времени. У него замечательная книга Эврика о современной ему науке. И он придумал, что способности к особому виду дедукции, на то, что Умберто Экон прозвал абдукцией, некоторый способ разворачивания цепочки событий логическим образом в обратную сторону, причинно-следственную, что этот способ может быть способом постижения причины преступления. Умберто Эко, кстати, не только нашел логический способ описания принципа работы детектива, но нашел также способ таким образом построить сюжет своего имени Роза, где один из персонажей монах, который пользуется этой системой. Понятно, что предположим, если произойдет какое-то несчастье, скажем, что-то произойдет у вас с человеком сейчас, сидящим здесь за этим столом, появившийся сыщик начнет смотреть, а что это здесь лежит ручка, а почему здесь очки, почему здесь часы, куда делся тот, кто этим всем распоряжался, и постепенно построит цепочку, которая более или менее надежно его приведет к началу этого несчастья. Дуэдгара Пу в Китае был писатель, которого все можете читать в замечательных русских переводах академика Алексеева, его два имени Пу Сунлин или Ляо Джай. Он написал очень много коротких рассказов. Знаете, был такой хороший русский поэт, который умер в эмиграции в Америке, он, кстати, был близким другом Бродского, Лосев. Лосев мне как-то рассказывал, что он участвовал вот в их маленьком литературном кружке в Ленинграде в таком жюри, что ли, нечто вроде конкурса классиков, они выбирали, кто из писателей прошлого, новеллистов, лучше всего писал короткий рассказ. И по его словам, они все выбрали Пу Сунлина Ляо Джая, которого знали в этих Алексейских переводах. Это действительно замечательный писатель. Если я не ошибаюсь, примерно 170 из его рассказов детективные. Как строится расследование. Один только пример. Все факты известны. Произведено полицейское расследование. Известно, в каких обстоятельствах, где там, что случилось. Главный герой, но как бы сыщик, не может найти, что происходит, но у него есть записанные иероглифы медданные и фамилии, имена участников. И он перебирает все это в голове и засыпает. Ему снится сон, в котором один из иероглифов отмечен, и просыпаясь, он понимает, что ему как бы указано то, что вот это иероглиф обозначающий преступник. Но вы знаете, что Менделеев таким образом открыл свою таблицу. Что мы знаем? Сейчас, знаете, есть такой специальный журнал сновидений, по-английски выходит, серьезный научный журнал. В нем две статьи напечатаны о Менделееве с этой точки зрения. Что получается? Менделеев довольно долго собирал данные, у него были все данные о разных элементах, и он все время их пытался сгруппировать. Но вы понимаете, ведь в то время не было многого, что мы сейчас знаем. Мы сейчас знаем атомный вес, чем определяется атомный вес, изотопы. У него не было половины тех данных, с помощью которых мы сейчас говорим, вот какая гениальная система, потому что мы сейчас знаем ее логическое основание. У него не было логическое основание. Он это открыл точно как этот заснувший герой. ему именно порядок элементов, в частности от легких элементов к тяжелым, что очень важно для эволюции. Мы сейчас знаем, что это важно для эволюции, когда мы говорим, что там действует антропный принцип. В эволюции действует принцип, опять-таки, принцип эсимметрии, но они проявились таким образом. Значит, короче говоря, не надейтесь, что иероглифический способ мысли и интуиции скоро исчезнет. Возможно, что наоборот нужно практиковаться и всем изучать и алфавитные способы, иероглифические. Совсем не политическое утверждение, а основанное на некоторых нейропсихологических фактах. Вообще говоря, поскольку я уже заговорил о языках, и здесь присутствующим это, вероятно, ближе, чем другие темы, которых я касаюсь, очень существенно различие вот этих двух типов культур, двух типов возможностей с точки зрения языка. Значит, я уже сказал, что вообще говоря, для разумно организованного мозга нужно как минимум знание двух языков, что очень хорошо достигается при двоязычии, и несколько очень хорошо функционирующих сейчас таких экономических социальных систем, это нам показывает, в частности, Сингапур. В Сингапуре произведены очень интересные исследования. Вы знаете, что большая часть населения китайское говорит по-китайски, по-английски тоже все говорят. И, вы знаете, исследованы сейчас особенности речевых зон мозга сингапурских мелких и средних капиталистов оказывается на определенном социальном срезе в речевых зонах левого доминантного полушария один и тот же нейрон отвечает за смысл и слово на двух разных языках, на китайском и на английском. То есть, иначе говоря, вот эта двоякость, которая изначально в истории человека связана с различием левого и правого, она постепенно может сконцентрироваться в пределах одной возможности. Это все я вам рассказал по поводу гуманитарных приложений, а теперь немножко вернемся к естественным наукам. Что происходит в этих науках на протяжении последних наверное 70 лет? нам придется с вами запомнить, я предлагаю вам при случае посмотреть вот те книги или те материалы сайтов, которые я назвал в самом начале, но вам придется иметь в виду, вот, чтобы меня сейчас послушать, но я постараюсь очень коротко, по возможности, не слишком туманно говорить. имеются самые разные возможности симметрических построений. то есть, я сейчас говорил на таком очень элементарном уровне, потому что биологические структуры, в частности структуры, связанные с организацией человека, устроены как бы нарочито, так просто, что мы не нуждаемся в очень сложном аппарате, чтобы их разгадать, хотя, как ни удивительно, основное, что я вам сейчас рассказывал, открыто наукой в последнее время, вообще говоря, как будто первый, кто указал на различия левого и правого полушария, был замечательный английский нейропсихолог и психолог Джексон, Юринг Джексон, который работал в середине 19 века. Я приведу его открытие, потому что оно связано с моими такими полушуточными замечаниями по поводу двух вариантов языка. Джексон установил различия функций языков по отношению к левому и правому полушария. Он был врач, и он изучал афатиков, которых я в период, когда много работал вместе с Александром Романовичем Лурием, нашим нейропсихологом, который работал вместе с Выгодским, тоже видел много афатиков. Афатики бывают разного рода. Тотальная афазия – это полное отсутствие речи, которое связано с дефектами левого полушария. Представьте себе, вот что описал Джексон. Если человека с тотальной афазией привозят в больницу, в госпиталь, он не может говорить, но он жестами может объясниться. Его кладут в палату для тяжелобольных, приходит сестра или нянька, и что-то не так делает. Понимаете, что это бывает в больницах? И этот больной, лишенный речи, начинает отчаянно материться. Прекрасно, очень четко произнося все эти страшные слова, не зная о том, что это запрещено на данной территории земного шара. Это происходит в наше время. Поэтому, когда Булгаков, который имел медицинское образование, описывает собачьим сердцем, что его шарик, шариков ужасно обращается с профессором, который сделал его из собаки человеком, Булгаков делает такое потрясающее замечание, по-моему, самое интересное во всей этой истории. Говорит, по-видимому, шарик пока был дворовой собакой, бегал по улицам, он как фонограф записывал все, остав человеком, он этот фонограф реализовал. Булгаков абсолютно прав, но я вам сказал, что правое полушарие мы унаследовали от животных. Поэтому действительно, опять-таки, не хочу обидеть никого, кто нарушает запреты и пользуется этим нехорошим видом языка, но все-таки это действительно развитие некоторого не совсем интеллектуального способа речи, который мы унаследовали от глубокого прошлого. Это действительно так. И это открыто Джексоном еще в 19 веке. Но поняли это мы только сейчас. Булгаков, конечно, как гениальный писатель, это усек гораздо раньше. Но основной принцип я бы сформулировал так, что человечество вообще понимает то, что прямо связано с нами, в Севис, организацией, структурой каждого из нас очень поздно. А сначала мы очень много понимаем в том, что от нас далеко. то есть мы структуру алмаза и то, как устроены кристаллы, начали понимать гораздо раньше, чем симметрические отношения в человеке, в человеческом мозге, в человеческой культуре. Это особенность развития науки человеческого, знания человеческих интересов вообще. Так вот, я обращаюсь дальше к естественным наукам. Значит, что произошло, очень коротко вам скажу, с физическими теориями. Я сослался вначале на Вайнберга. Я сейчас продолжу. Значит, как Вайнберг понимает, что произошло в последние десятилетия с развитием физической теории. Оказалось, что в тех областях, относящихся к квантовой механике, к описанию микромиров, которые касаются симметрии, важнейшим принципом являются нарушения симметрии. Ну, например, вот я в самом начале говорил о Яне и Ли и Ландау. Они описывали явления, которые называют на специальном языке нарушением чётности. Ну, грубо говоря, это нарушение левого и правого. Значит, я вам сказал, что Пастер, великий биолог и потом его последователи обнаружили значение противопоставления левого и правого в биологии. Мы сейчас это хорошо знаем. А аналогичные явления в физике были обнаружены уже вот в новое время и оказалось непонятным, почему в этом микромире непрерывно непрерывно нарушение такого рода. То есть, как бы путаются левое и правое. Нарушается внутренняя семетра, которая нам кажется обязательной. Значит, мы как бы привыкли к такой мысли, что природа вообще прекрасна и гармонична. А когда ближе присмотришься к этой природе, как она устроена, хотя бы на микроуровне, оказывается, что все состоит из последовательных нарушений, которых очень много. Построена специальная теория для того, чтобы описать эти нарушения. это открытие в частности и некоторых из наших хороших исследователей, таких, как Фадеев, Ленинградский физик, и некоторые другие. Ну, вы знаете, может быть, что недавно ЦЕРН, вот эта большая система, которая построила очень большой ускоритель, объявила большой помпой о том, что они с помощью этого ускорителя нашли бозон Хиггса. Вот это одна из тех частиц, которые очень важны для выяснения вот этих ну, как бы несимметричных соотношений на этом таком самом низком уровне организации в физическом мире. оказалось, что эти физические соотношения позволяют понять внутреннюю структуру кристаллов. Значит, возвращаясь к началу, внешние симметрические отношения кристаллов как бы скрывают или наоборот обнаруживают тот факт, что и внутренняя атомная и субатомная структура кристалла также выявляет симметрические и антисимметрические отношения. То есть принципы симметрии оказываются едиными для всего сущего от кристалла до человека, до его мозга, до культуры в целом, если я вам говорил что-то, что кажется более-менее разумным. И таким образом вот эта тема, за которую мы беремся исследования кристаллических отношений, представляется действительно очень важным и для противопоставления живого и мертвого. И теперь в связи с этим, поскольку мы вот задумывая план дальнейших наших работ думаем как раз о бинарном различии живого и мертвого, я хотел кое-что сказать на эту тему. Здесь я позволю себя пофантазировать. Значит, я повторяю, что то, что я до этого вам рассказывал, но более или менее попытка так популярным языком рассказать о разных достижениях, с которыми так или иначе согласны разные ученые. Сейчас я вступаю в область очень туманную, область соотношения живого и мертвого на этом уровня, который более-менее близок к кристаллам. Вопрос, который я поставлю, имеет очень простой ответ, но поразительный ответ, по-моему. Вопрос такой, существует ли нечто, что находится между живым и мертвым, оказывает влияние на любого из нас, буквально на каждого, кто здесь находится и кто вообще живет сейчас вместе с нами на этой планете. Вместе с тем никакой строгой теории, которая бы описывала Пастер описывал все живое, включая микробов и понял некоторые принципы семейства. А у нас некоторая область между живым и мертвым никакого описания не имеет и мы все страдаем от этого, страдаем прежде всего медицински. Я имею в виду вирусов. Очень интересная проблема изучения камня, но еще более интересная проблема, я думаю, это изучение того, что между камнем, в частности кристаллом, и живым существом. Почему? Потому что есть некоторые виды явлений, которые как бы мертвая природа, которые при том, что они остаются мертвой природой, ну, как бы, грубо говоря, пролезают в каждого из нас, заимствуют у каждого из нас то, что делает нас живыми, и при этом после этого производят масса всякого безобразия. Вы понимаете, о чем я говорю? Если у кого-нибудь из вас насморк, то, к сожалению, никакими антибиотиками не лечатся, потому что антибиотики действуют на микробы, а на вас в этом случае действует вирус. А что такое вирус? Вирус это нечто мертвое, что в вас вползло, позаимствовало у вас ваше ДНК, пошло размножаться, как если бы это было живое существо, и с ним поэтому очень трудно бороться. Никакой общей теории нет. Вы знаете, вот это поразительно. Я в переписке с одним старым другом биологом, который занимался такой математической биологией Гельфанда, и я все время им говорю, ну все-таки подумайте, там вы все время пытаетесь создать какое-то средство, ну конкретно вот Обама им приказал в очередной раз создайте средство от СПИДа. Они этим занимаются. Как можно создать средство от СПИДа, если нет никакой общей теории, которая бы объясняла, что такое вирус? А поскольку нет общей теории, то они создадут сейчас какое-то средство, и через минуту будет новый вариант возбудителя, который знает эту общую теорию, действует согласно этой общей теории. Значит, заключение такое, что, по-видимому, некоторые принципы, которые мы обнаруживаем в неживой природе, в частности, в кристаллах, то есть в тех элементах, изучаемых геологией, которые определенно построены по некоторым основным законам мироздания, эти принципы не могут не действовать и во всех областях живой природы, а также между живой и мёртвой. а поэтому наши с вами занятия имеют прямое отношение не только к практическим проблемам социологии, культурологии, но имеют также прямое отношение к нерешённым проблемам представителей себе медицины. Вот это такое широковещательное заявление, но тем не менее, думаю, оно имеет некоторое снояние. Во всяком случае, вот мои друзья биологи не возражают против этого, хотя это заявление отрицательного характера. Я говорю о том, чего нет, а было бы легче. Знаете, с помощью электронного микроскопа некоторые группы, в частности, работающие во Франции, сейчас получили изображение вирусов. Этого раньше не было. считали, что вирусы это, кроме всего прочего, нечто, что мы не можем потрогать, пощупать. Сейчас есть хорошее изображение, довольно много, сейчас вся наумка полна очень интересных экспериментальных результатов при отсутствии некоторых необходимых общих принципов. А общие принципы существуют на уровне либо математики в очень общем виде, то есть общей математической теории симметрии созданного, ее можете прочитать, я вам говорил, мы знаем приложение ее к тому, что подальше от человека. Вот к кристаллам умеем прилагать, к тому, что между мертвым и живым совершенно не умеем. То есть чем ближе к нам, тем больше наука отказывает. Вот такие замечания по поводу истории и науки, а теперь в заключение я хотел бы еще сказать одну вещь на некоторую такую актуальную, но, может быть, необязательную тему, но, тем не менее, все-таки важную. Вы знаете, если вы будете читать материалы о кристаллографии и симметрии, вы найдете указание на замечательного русского кристаллографа Федорова, и найдете, что Федоров один из тех, кто построил некоторые интересные мысли относительно тех групп, простых относительно групп, которые нужны для описания кристаллов. На самом деле, все-таки основные эти группы все построены кристаллографами. в начале XIX века, задолго до Федорова. То есть, в этом отношении заслуги Федорова, конечно, очень сильно преувеличены. Вообще, я думаю, что во всей этой области кристаллографии и общей теории симметрии все-таки основные имена, которые надо знать и которыми надо пользоваться, это те, которых я сейчас уже назвал, то есть, это Герман Вейль, великий математик, это Эйнштейн, который создал всю ту современную физику, которая показала, что принцип симметрии и асимметрии, нарушение асимметрии лежит в основе всех нам известных основных физических явлений. и наши задачи в области гуманитарных исследований, я имею в виду не узкую тему соединения естественных и гуманитарных наук и математики, которая сама по себе тоже очень важна, но что касается гуманитарных исследований, я думаю, что мы должны понять, что симметрические отношения лежат в основе огромного числа очень важных явлений, в частности, языковых. В заключение позвольте мне можно еще буквально 5 или 10 минут, а позвольте мне немножко поговорить о явлениях симметрии и асимметрии в структуре языка. Это первый вопрос. Фонологические структуры. Вы знаете, что главные выводы фонологической теории касаются возможности построения системы фонем с повторяющимися признаками фонем, но типа смычные и несмычные, полотилизованные, неполотилизованные, глухой звонки. Набор Якобсона, который много раз описывается, который считается более-менее универсальным. Для речевых зон левого полушария, которые играют существенную роль во всех языках известного нам эндоевропейского типа, более-менее ясно, что можно с помощью такого набора универсальных дифференциальных признаков описать несколько десятков фонем, мы описываем с помощью скажем 12 признаков, которые можно считать общими для большого числа языков мира. И проблема была бы простой. Не в качестве просто подарка присутствующим синологам, но поскольку уж мы сегодня разрешили себя говорить о китайском языке и некоторых других языках Восточной Азии, все-таки зададим себе вопрос, а как все же быть с фонологической системой языков, в которых есть тонны, как там обстоит дело с симметрией? Вы знаете, проблема, мне кажется, очень интересная. Я первый раз столкнулся с этим у меня был ученик один, которого я чему-то обучал, он занимался красофазией после войны с французами, занимался на материале вьетнамских ранений мозг проблемой типов афазии. И он столкнулся с тем, что в этом языке фонологические системы особые, потому что есть в литературном языке шесть, в других диалектах семь или восемь в каких-то четыре тонна. И вся система выглядит очень сложной. Более того, на этой довольно сложной системе фонологических и тонологических противопоставлений, то есть не только противопоставлений фонем, а противопоставлений тонов. На этом построена структура вьетнамского стиха, где обязательные симметрические отношения. Кстати, это именно то, чем занимался в китайском языке Капсон. Я упомянул его интерес к Ли Яну, его очень интересовали симметрические отношения тонов в классическом китайском стихе. Я больше знал про вьетнамский язык. Знаете, меня водил этот мой знакомый вьетнамец в клуб, который во время вьетнамской техбойн существовал в Москве, было очень много вьетнамцев, и они читали себе вьетнамские стихи, я слушал. Меня поражало то, что любой вьетнамец самого разного культурного уровня очень хорошо знал правила употребления тонов в определенных местах стиха. Вот там на четвертой стопе, на четвертом слоге нужно употребить именно шестой тон. Если это было не так, его ухо сразу это слышало, он говорил, что это ошибка в стихосложении. То есть поэтическая структура основана на симметрических отношениях, на нарушениях этих симметрических отношений. И по-видимому мы не имеем права описывая эти языки пользоваться простой симметрической системой, потому что на самом деле работает более сложная система. ну если вы посмотрите на описание в кристаллографии вы увидите, что простыми там простой зеркальной симметрии связанной с наличием симметрической оси противопоставления левого и правого описывается очень мало также и поворотами и вращением описывается только малая часть симметрических отношений. Значит это не недостаток фонологической системы, а некоторые ошибка наших заранее упрощенных моделей. Я пропущу аналогичные рассуждения по поводу грамматики, а перейду сразу к некоторому вопросу, который мне кажется очень важным, я как-то сейчас не имею на него ответом. Знаете, я вот много лет занимаюсь попытками связать историю науки, о которой сегодня идет речь, с историей языка. У меня возникла такая гипотеза, что история известных нам наук, к которым относится, между прочим, и лингвистика, физика, геология, наука о камнях, минералогия. История науки в большой степени связана с возможностью употребления грамматического класса существительных. Если у вас нет грамматического класса существительных, ну, никакой возможности создать науку современного типа нет. Мне пришлось однажды учиться у одного аспиранта, у одного аспиранта я учился вьетнамского языка, у другого аспиранта учился его родному языку, иракесскому языку Анандага. Дело было в городе Дартмуте, где я был визитинг профессор, и там он оказался тоже визитинг аспирантом. Но я его попросил дать мне уроки иракесского языка, иракезы очень интересно, потому что это ведь Фенимор Купер. И вот мы с ним занимаемся, дерево растет у окна комнаты, где мы с ним что-то обсуждаем. Я ему говорю, ну вот вы все мне толкуете там мифы, которые излагает вам ваша тетушка, он показывал мне записи и объяснял отдельные слова. А вы мне переведите вот английскую фразу на иракетский язык, дерево растет около этого окна. понимаете, все можно перевести, но дерево нельзя перевести, потому что в этом языке есть только растущее. Вот нечто, что растет, значит, если угодно, вот кристалл это будет то, что сверкает, а камень будет то, что неподвижное, вот сейчас здесь твердое, ну там может быть очень много разных эпитетов, но никакую минералогию вы из этого не построите. Даже если вы перечислите отдельные свойства камней и скажете, что существует ось симметрии в этом камне, все равно вам понадобится где-то его назвать. Я думаю, что это вот интересная проблема для лингвистики, что далеко не все языки мира, сейчас существующие, годятся для того, чтобы на них говорить о том мире, в котором мы с вами живем. Вы знаете, что сейчас стали довольно много заниматься языками Амазонии, Амазонию не знали до недавнего времени, потому что это область, которая заросла вся джунглями, по-видимому, это область древней культуры, все заросло джунглями и туда трудно попасть. Есть одно племя, которое все жесты исследователя понимает как агрессию уже какого-то антрополога, по-моему, из лука подстрелили, в общем, не все хотят пойти к ним. Вот одно из таких племен не пользуется привычными нам словами для Солнца и Луны, а про Солнца они говорят то наверху, где все очень ярко и много светлого. Какая астрономия из этого получится? По-видимому, все-таки некоторые огромные культурные достижения заключаются в создании человеческих грамматик нашего образца, нашего типа, которые заведомо есть в семитских языках, склонен думать, что наличие хорошо развитых наук у древних семитов это доказанный факт, что они... Ну, знаете, вообще первая техническая, научно-техническая революция произошла в Вавилоне во втором первом тысячелетии до нашей эры. Греки потом это наследовали. Значит, все-таки первичное развитие человеческого знания связано с некоторыми существенными достижениями в грамматике с тем, что описываются некоторые симметрические отношения, которые не сводятся только к предикатам. Значит, я думаю, что чисто предикатный язык не дает возможности. Потом наука, наоборот, приходит к тому, что предикаты очень нужны. Но все-таки до того, как научились называть аргументы, некоторые места при предикатах обозначать особым образом, я думаю, что наука в принципе была невозможна. Поэтому наука вообще, видимо, возникла сравнительно недавно, в случае в тех культурах, про которые мы знаем. То есть человечество очень долго существовало в мире, где люди умели выразить вот те отношения, о которых я говорил. Я вам говорю, что симметрические орнаменты человек научился выражать несколько сотен тысяч лет назад с помощью изображений. Понять, что это такое, по-видимому, люди смогли только проникнув в наличие предметов, между которыми устанавливаются отношения. До тех пор, пока описывались только отношения между предметами, никакая наука не была возможна. Так что мне представляется, что наша с вами наука лингвистика очень важна для общей теории языка. Ну, и в частности, можно еще довольно много поговорить о выражении симметрических отношений в языке, но это уже в следующий раз, когда мы продолжим наше занятие. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.